Профессиональный праздник День Металлурга к Ленинскому району имеет непосредственное отношение. Именно в наших краях строительство московского коксогазового завода положило начало появление города Видное. Праздничное мероприятие, посвященное легендарному предприятию металлургической промышленности и людям, которые трудились и трудятся на нем, состоялось во Дворце спорта. Заслуженный артист России Андрей Немаков открыл концертную программу праздничного вечера. И его песня рассказывала о красоте родной природы и о красоте горячего металла. Красивый, выдаваемый на московском коксогазовом заводе Кукс, так необходимый для металлургической промышленности. Первую свою продукцию предприятие выдало в 1951 году. И уже к 60-м завод стал одним из лучших в отрасли. Все достижения – заслуга людей, ныне работающих и, конечно же, ветеранов. Владимиру Дегсирёву сейчас уже за 80. На предприятии начал трудиться в 19 лет. Приехал сюда я с Запорожья в командировку на один месяц на профзаводе. И вот я до сих пор с этой командировкой не улежу. Виктор Кузьмин, нынешний председатель правкома, трудится на предприятии с 1979 года, пройдя путь от рядового слесаря до мастера. Труд, он во всяком месте, везде тяжелый. Но Куксовый цех, да, действительно, это тяжелый труд. На моих глазах произошла реконструкция Куксового цеха, считайте, как всего завода. Вот, ломались старые батареи, вот, и строились новые. Приходилось работать и днем, и ночью. Вот, и эта работа нам была по плечу, мы справлялись с ней. На заводе уже более 30 лет работает и Татьяна Осипова. Я желаю, чтобы мы еще работали долго-долго, и чтобы никогда не закрывались, потому что у нас предприятие очень хорошее, я не знаю, экологически чистый, у нас такой прекрасный сад. Зеленая территория Москокса может вызывать только восхищение. В год, когда проходила большая реконструкция куксовых печей, на месте старых были высажены молодые яблони, которые уже плодоносят. И завод по-прежнему один из лидеров в куксохимической промышленности. Коллектив по-настоящему профессиональный, который готов и может решать любые задачи. Благодаря этому коллективу завод был и остается на сегодняшний день, я считаю, лучшим предприятием куксохимической промышленности в Российской Федерации. Из Дню Металлурга поздравил всех и глава района Сергей Кошман, отметив, что каждая тонна выпускаемого кукса несет в себе самоотверженный труд заводчан. Очень бы хотелось, чтобы и учредители, и руководство компании Мечил и далее очень серьезно и системно подходили к поддержке коллектива. Со стороны администрации Ленинского района, города, вы можете быть уверены в том, что мы, безусловно, всегда были с вами и, безусловно, будем с вами в любой ситуации. В этот вечер в адрес рабочих завода звучали теплые слова. Многим были вручены адресные поздравления и награды. Градообразующее предприятие Москокс по-прежнему принимает активное участие в жизни города Видное, в том числе украшая его скверы. В предвидении как раз 80-летия района создан оргкомитет по празднованию этой даты и будет, наверное, предложено и правильно, чтобы в первых рядах вот этой колонны, которая планируется на день города, на день района, наверное, прошли представители завода Москокс. Большим праздничным концертом и красочным салютом закончился этот замечательный день. Людмила Медведева и я, Адамя, Елена Кошелева, Видное ТВ.